Давайте посмотрим видео. Карлсон спрашивает у Топалова, а вы не видели выигрыша фигуры? Топалов говорит, что? Карлсон снова спрашивает, на 45-м ходу вы могли выиграть фигуру. И дальше объясняет ему, как это могло произойти. Давайте посмотрим на доску. Партия игралась в 2014 году на Кубке Синкфилда. Белыми играл Карлсон, черными Веселин Топалов. На 44-м ходу белые сыграли король Ф2, защищая пешку Е3. Последовала конь Е6, черные защитили пешку Ж7 и белые сыграли ладья Ц8 с идеей ладья Ц6, шах и выигрышем пешки А6. Черные ответили ладья бьет на А5. Однако за черных был намного более интересный ход ладья Ц5, расставляя ловушку, в которую белые могли бы попасть, если бы, например, ответили ладья Ж8. Тогда после ладья бьет на А5, король Е1, ладья А3, у черных лишняя проходная пешка. Если же после ладья Ц5 белые отвечают правильно, ладья бьет на Ц5, тогда после конь бьет на Ц5, пойманным оказывается конь на Б8. Но так ли это страшно для белых? Давайте посмотрим. Х5, король Ц7 и конь бьет на А6. Белые отдают своего коня, но пешка А5 будет связывать коня противника. Конь бьет на А6, король Ж3. Белый король прорывается по королевскому флангу к пешкам противника. Давайте посмотрим. Король Д6, король Ф4, король Д5 и Ж5. После ХЖ, король бьет на Ж5, конь Ц5, король Ж6. Белые угрожают продвинуть пешку Аж в ферзи. Поэтому черные, так или иначе, должны защищать пешку Ж и при этом контролировать движение пешки А. Поэтому после конь Е6, А6, король Ц6, король Ф5, последует повторение ходов и, соответственно, ничья. В партии же после хода белых ладья Ц8, черные сыграли не ладья Ц5, а ладья бьет на А5. Последовала ладья Ц6, шах, король Д5 и ладья бьет на А6. Ладья бьет на А6, конь бьет на А6. И на 63-м ходу партия закончилась в ничью вот в таком положении. Именно это Карлсон и объяснил своему сопернику, успокоив его тем, что даже в случае выигрыша фигуры, все равно была бы ничья. Кстати, посмотрите на оригинальный дизайн интерьера, который находится позади Топалова. И как вы думаете, где игралась партия? Свои предположения вы можете написать в комментариях под этим видео. На этом все. Любите шахматы и смотрите наши следующие выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok